всем привет это снова я и после длительного очень длительного молчания я нашла время чтобы записать новое видео в этом видео я затрону ни один продукт ни одну технику я затрону сразу несколько продуктов и расскажу не знаю может быть вечером может быть не на макияже я не планировала в первую очередь я хочу рассказать вот такой кисточки на кисточке моя кошечка как всегда это кисть от мак она у меня уже достаточно давно кисточка замечательная она синтетика для кремовых текстур мы используем синтетику а натуральные кисти мы используем для сухих текстур почему так синтетика не слипается в отличие от натуральных я думаю все сталкивались с проблемой того что перемазала масло лицом волосы они превратились соплюшечку то же самое бывает с кистями когда их окунаешь крем во все кремовые текстуры а синтетика она к этому более устойчиво кисть довольно таки плотная у нее как вид у нее конечно очень своеобразно она мягкая то есть она податливая наказанная щетка огромным минусом этой кисти я считаю только вот эту слабую ручку точнее ножичку а у меня уже в трещинках я натыкалась других визажистов на тот момент что они уже переклеивали в москве такая кисть стоит достаточно дорого и отдавать за дизайнерскую кисть две с половиной три тысячи чтобы она сломалась ходе часто эксплуатации как не очень интересно это вот единственный минус который я могу сразу назвать вообще в этой линейке мак выпустил три кисти но две у меня не пошли они у меня есть но они у меня не пошли я них говорить не буду потому что хорошего сказать немало это лично мое мнение другой момент то что эта кисть очень хороша для себя для клиентов ну как-то но не идет мне некомфортно делать клиенту эти движения а себе очень даже удобно то сделать же движение замечательно я расскажу о ней сейчас я буду ей делать большую часть макияжа точнее весь кремовый макияж я буду делать этой кистью по просьбам те кто у меня подписался по просьбам девочек я расскажу о палитре визар для чего я ее применяю и вообще для чего она нужна почему она такая разрекламированная и желанная я сразу видно ходовые цвета видно те цвета которые я разбила честно она у меня летала много раз но прессовка очень хорошая с первый раз все не высыпается это не может не радовать и 3 продукта которым я расскажу это новый но сейчас уже не последний цвет от line crime цвет утопия он такой прямо сиренька фуксия начнем у меня на лице нет ничего у меня просто накрашены ресницы потому что я пришла со съемок лицо и предварительно увлажнила то есть я стерла остатки макияжа ресницы трогать не стала лицо у меня увлажнено кремчиком увлажняется лицо можно тем крем который подходит именно вам касательно кремов я крайне неприхотлива хочу заметить что мне уже немало лет и надо бы уже пользоваться кремами как-то чуть очень хочется я уже говорила в своих прошлых видео о том что я смешиваю два оттенка тона темный и светлый маг studio скульпт я беру самый светлый и относительно темных для чего я уже рассказывала то что мы придаем лицу более большую глубину и тем самым можем сделать лица более скульптурным более интересно но прежде чем я начну это делать я увлажню губа увлажняю тоже штучка которую буду дальше рассказывать я купила только что новенькую меня это не наверно радует потому что мои косметички это прям маст хэв маст хэв штука как заявлено на упаковочке придает супер объем для губ перехожу к тону если вы сомневаетесь о том какой оттенок вы мешали правильный или нет и мне кажется что он темноват начните делать со скульптур потому что скульптур мы все мы будем темнее и потемнее и начинаем как я думаю что многие пользовались щеточками для скраба лица принцип тот же самый массирующими движениями но тона лучше набирать по чуть-чуть потому что за счет плотности кисть очень хорошо утрамбовывает она прям так дает плотный хороший тон я люблю плотный тон я уже по-моему об этом говорила и я не вижу в этом ничего критично страшного потому что вот эти тональнички которые только что вам показывала они с ним по себе довольно таки плотные и на одном из мастер-классов один из американских фейзажистов когда увидел что я работаю этими тональничками он сказал олдскул то есть это старая школа маковская сейчас они проповедуют супер натуральные супер прозрачные оттенки я думаю что многие из вас сталкивались с Fessing by Zamp MAC и это считается как бы в тенденциях образовательных мака это более считается лояльно по отношению к коже я люблю плотно я ничего с собой сделать могу летом я вообще не крашусь а зимой мне по-другому тончику это лично мое дело это дело каждого я вообще никогда не оспаривала о том что у кого какая толщина тона кто как работает главное чтобы это смотрелось хорошо у меня есть фотографы которым нужно именно плотность чтобы не было видно даже пор чтобы от них заморачивали среду что они не были сейчас выведомлены я по бровку пройдусь потому что бровки я буду с нуля рисовать я уже рассказывала о том что я люблю рыжие брови у меня на мой взгляд синяки под глазами и я уже тоже говорила об этом прошлом видео что мне нравится плотность под глазками я не люблю чтобы не были полувидные синячки мои опять же не призываю вас полностью также замазывать каждый делает так он хочет а мне нравится и не очень люблю консилер они на мой взгляд очень тонкие для глазок да может быть с возрастом я об этом пожалею когда у меня появится морщин и прочее прочее но я планирую встретить старость позитивно как есть у меня свои философии на тему старости и не об этом сейчас как видите эта кисточка я прямо смело прорабатываю все эти зоны я уже взяла более светлый оттенок тона мои пакости цветущие на лице еще чуть-чуть светло если вы промахиваетесь тоном не беда берите тон светлее лицо и пизоночку прорабатывайте всегда лучше работать несколькими оттенками потому что тогда лицо получается живее можно ушки проработать если у кого красные тушки на глазки я не залазил пока же я вообще так же не люблю прорабатывать консилерную зону верхнего века потому что считаю что это слой на слой на слой не прикольно я сразу использую водостойкую базу кстати база тоже от моим краем я не помню заявляла ли я в прошлом видео потому что это уже давно извините мои дорогие водостойкая база от моим краем реально водостойка я руку использую как палитру я потом еще и отмываю очень долго от этой текстуры я наношу пальчиком постукивающими движениями небольшое количество я даю их питаться и потом мы уже будем делать макияж пытает ее надолго не поскупитесь для тех кто любит стойкие макияжи особенно для тех если это визажер кто работает с невестками прямо вот держится долго выдерживает и слезы и прочее я порой даже прорабатываю зону нижнего века также этой штукой бывает так что в динамическом морщине сбивается тончик от того что недостаточно увлажнение очень глубокие морщины я использую эту штуку и держу это все это дело на месте возвращаемся к этой кисточке и я беру крем color base цвет нюд это тоже маковский продукт я не фанат мака сразу скажу не фанат мака но есть продукты которые очень люблю и я наношу на щечки можно улыбнуться оттенок довольно таки нюдовый супер супер натуральный я сейчас не преследую цель сделать сделать прям румяно я еще не делала как таковой коррекции потому что я буду делать сухой а для того чтобы сделать сухую коррекцию мне нужно завершить совсем кремом все свои манипуляции как видите кисточка очень удобно делать крепчик прям такими спитыми неудобно так вот перевернули и работаем кисть для ленивых скажем так потому что она настолько хорошо спланирована как таковой что ну вообще она настолько хорошо спланирована что ну ничего не надо делать не надо не растушевывать она все делает за вас вот это огромный плюс такой щечки я не знаю как они додумались до этой текстуры да вообще до этого дизайна в принципе не сомнительный взгляд но очень интересно то есть вроде бы я не нанесла никакого цвета на лицо он даже вроде чуть длиннее лица но в целом он добавляет не внешности но дальше мы будем работать в связи с тем что я вам хочу показать цвет фуксия мне нужно продумать тот макияж который у меня будет для того чтобы у меня мой фуксийный цвет утопия посмотрелся интереснее сейчас я оставлю лицо в покое я оставлю кремовые текстуры в покое пока не буду припудривать лицо я перейду к глазкам потому что я еще не на конца понимаю что мне выйдет с макияжем а для того чтобы сейчас не переборщить щечками мне нужно разобраться с глазками некоторые визажисты говорят что нужно начинать с бровей тогда понятно какой делать макияж вот лично касательно себя я знаю какие у меня брови не всегда одни и те же брови и сейчас мы разбираем макияж на мне а не на клиенте но клиентам я тоже сначала делаю глаза потом добавляю брови мне проще понять потому что брови для меня это очень интимный момент на лице клиента и я бы не хотела переборщить а когда на лице нет ничего есть одни брови переборщить очень просто поэтому я сначала сделаю мейку а какой макияж сейчас сделать я не знаю все сухую текстурой я буду делать вот этой палитрой и в моих планах нарисовать даже стрелочки я возьму все оттенки этой палитры можно смело мешать я не люблю чистых цветов которые предоставлены в палитре я любительница помешать я сейчас не буду рассказывать что я делаю непосредственно по мейку потому что я не преследую цель вам сейчас показать я преследую цель показать насколько универсальна эта палитра и сколько она может позволить сделать на одном лице у меня бывали случаи что я даже пудру забывала я использовала вот эту линейку светлых оттенков как пудру дабы откорректировать какие-то части я буду да, хочу заметить я работаю почти все время одной и той же кистью я не меняю десять тысяч кистей хотя у меня их очень много и я маленький фанат кистей если вам кажется что в ваших холодных оттенках которые вы используете начинает проступать краснота какая-то холодная пата скорее всего вы просто потревожили глазик и у вас покраснела кожа дайте отдохнуть глазик и 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 как как отдельно подложку для более стойкости макияжа я попыхах так как мне же горело записать это видео не нашла сегодня дюралайн они мне тоже расскажу один я сейчас до конца не распробовала его потому что мне нравится делать другую какая небольшая стрелочка я сейчас не буду рассказывать по какому принципу делаю симметричные стрелки и не факт что они сейчас получатся симметричными потому что я ищу та ворона которая может себя сгладить других не умею себя с удовольствием стоит мне заикнутся про стрелки я смотрю косичку я думаю со стрелками многие сталкивались и не могут пересылать как видите тени визарта они не сыпать то есть в принципе работая с черными тенями мы понимаем что они могут посыпьтесь тут как ушки внизу но не тот вариант ну что еще я их не люблю используюсь как подводку как карандаф стрелки у меня не идеально ровно но и урок то у нас не о стрелках я вам показываю что можно делать этой текстурой хочу заметить я кисточку не мочила ничего с ней дополнительного не делала это они сами так очень хорошо ложатся они в смысле тени и для выразительности я проделала вместо каяла внутреннее век хочу заметить у меня сейчас линзочки и по идее я бы должна была бы опасаться момент того что я женщина много отчаянная поэтому позволяю себе не беспокоиться потому что в отличие от многих черных теней которые я использовала для этих целей не настолько они сыпятся для того чтобы испортить мне глаз потому что еще раз в очередной наверное 10 уже раз я подчеркну что я вам сейчас показываю что можно сделать с этими тенями потому что очень часто покупая большую палитру теней мы тени используем по одному единственному назначению чуть-чуть попачкать то есть глазки в принципе готов меня не устраивают хотя я бы добавила выразительность сейчас что я и сделаю я возьму ту самую кисть которая растушевывала нижней добавлю еще чуть-чуть темную я вообще не сторонник каких-то классических схем макияжа я всегда все делаю по наитию потому что у каждого у нас свои глазки своя структура свои пожелания да и все мы люди творческие для того чтобы что-то делать по наитию моя любимая часть броя обожаю брои свои брои особенно в режиме я уже говорила о том что в режиме брои так как же я люблю также я опять же использую палитру по моему очевидно какие цвета буду использовать два вот этих оттенков в основной части я буду использовать этот реже цвет потому что он более гармоничен для моего лица на макия на кончике я буду использовать более темный цвет для создания сверхглубин я не фанат бровей честно я по моему уже говорила об этом фанат своих но касательно того чтобы изучать божьи письмена брови и прочее прочее это как-то чуть-чуть не про меня ну не знаю почему себе предел скажем так и вот у меня свои пределы сегодня у меня были отличные брови нарисованы вот эти муки стены перед зеркалом но я же должна была вам показать поэтому я стерла свои отличные брови я еще не пудрила лицо я это помню еще не доделала этот бровь прихожу ко вторым чтобы проработать их одним цветом потом где надо расставить глубокий центр другого цвета я чуть-чуть накосячила и исправим этот момент просто кистью и немного светлого цвета я по моему это показывала уже на прошлом видео сантиметров и петель теперь я беру более темный оттенок мешаю его чуть-чуть светлым Это, опять же, это моя игра, и я вам расскажу о том, как я делаю сайт. Я, по-моему, бесполезна в вопросе бровей, потому что у меня рыжий бровь. Ничего рыжий, потому что я считаю, что рыжие девушки должны быть рыжей брови. Если уж вы краситесь в очевидный рыжий цвет, то всегда будет соответствовать. Для меня обычные брови получились жестковатые. Но, в целом, по-доброму, с учетом того, что у нас будут яркие губы, не так же плохо. Но в жизни я использую более мягкие. Вариации своих бровей. Теперь я захудрую лицо. Потому что мне нужно сделать скульптуру и перейти к губам. Пудру я люблю в основном рассыпчатую. Берем такую кисть. И я мешаю вот эти два оттенка. Прям беру один на один. Немного стряхиваю. Делаю движение. И разгоняю. И чуть-чуть тут прихожусь. Кажется, что пятна появились. Взяли кисть, которую только что пудрили. И разогнал. Пошли красные пятна. Ждем, пока сойдет. Переходим к другой щечке. У меня это нормальная практика. Сильно мазну. Что делаю? Скульптуры. Делишки. Пошли разгоняем. Пока вы не утрамбовали цвет, вам легко разгоняется. Не надо паниковать. Пошли. Я по носику пройдусь чуть-чуть. А потом все какие-то косички я разгоняю пудрой. И эти глажи более другой кистью. Более чистой. Я еще раз оговорюсь, что я делаю более жесткий, более грубый макияж, который в принципе не носибелен в жизни. Нет, вечером на какую-то тусовку. Можете, конечно, такая пойти. Но в целом это больше фотомакияж. Для того, чтобы показать помаду. Вот в данном случае, здесь и сейчас я показываю для того, чтобы показать цвет. Я растушевала. Я возьму еще более рыжую. И на щечки. Я использую сейчас те же оттенки, которые я использовала для вдави. Я набиваю их двое. Я еще тот любитель подчеркнуть свой рыжий цвет. Поэтому я использую рыжие оттенки в макияже. Для того, чтобы этот цвет сам смотрелся неправильно. Теперь я беру светлый оттенок и использую его вместо хайлайтера. Я проставляю его в зону, где у нас должен быть хайлайтер. А теперь перейдем непосредственно к губам. Губа у нас... Я буду красить помадой Lime Crime цвет Утопия. Как и у всех Lime Crime, у этой помады такая же маленькая, удобная кисточка. Об остальных преимуществах этих помад, если вы еще не знаете, вы можете посмотреть у меня на ролике, посвященном шести оттенкам этого цвета. Это новый цвет. Но сейчас еще один вышел. Я запоздала с обзором. Извините меня. Единственным минусом, я считаю, и то небольшим, и значительным, это немного прозрачный цвет, который надо будет нанести еще в один слой. Огромным преимуществом помад Lime Crime является тот момент, что ими можно пользоваться без карандаша. Я вырезала кусок того, как я красила губы, потому что у меня целый ролик есть на тему того, как я крашу губы Lime Crime. То же самое. Единственный момент, я накрасила губы в два слоя, потому что, как я уже говорила, слабоват. Нам остается только прокрасить реснички, и мой лук готов. Не надо думать о том, что у меня такая суперувеличивающая тушь. Ресницы сами у меня свои длиннющие. Я прям чуть-чуть, потому что они были накрашены до макияжа. Также хочу напомнить и подвести маленький итог к нашему сегодняшнему видео, то, что в одном видео я показала вам кисточку, помадочку и палитру теней. А за всем, дорогие мои, я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вы будете подписываться, ставить лайки. Я постараюсь, в свою очередь, записывать почаще видео и ценить те комментарии, которые вы оставляете. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok